Книжный уикенд. Как прошел летний книжный фестиваль смены в Казани? 43 выпускника президентской программы подготовки управленческих кадров получили заветные дипломы. Насколько опасно ультрафиолетовое излучение для наших глаз? Всем привет! В эфире Универновости, а в студии Елизавета Казизянова. 10 июня в зеленом зале Казанского федерального университета состоялась встреча ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина с замминистром по образованию Китайской народной республики Цэньцзэ. В начале встречи Ленар Сафин рассказал участникам делегации об истории сотрудничества стран, а также поделился успехами в учебе китайских студентов. Также в рабочем заседании принимала участие Екатерина Турилова, проректор по образовательной деятельности Казанского университета. В ходе встречи проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев рассказал об активной работе вуза в направлении сотрудничества с Китайской республикой. Помимо этого, в рамках встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между сторонами. Завершая визит, уже по традиции для делегатов провели экскурсию по Музее истории Казанского федерального университета, тем самым глубже знакомя гостей с вузом. В Казанском федеральном университете начнет работу Второй международный форум «Русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции», который продлится с 13 по 16 июня. Форум посвящен 220-летию Казанского федерального университета, 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и проводится в рамках года научно-технологического развития в Татарстане, а также реализации федерального плана основных юбилейных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Задачами мероприятия являются укрепление позиций представителей российского научно-образовательного сообщества в мировой академической среде и содействие в формировании благоприятного образа Российской Федерации путем расширения сети партнерских связей и профессиональных контактов. В минувшие выходные в столице Татарстана прошел летний книжный фестиваль «Смены». В этом году мероприятие проходит уже 11 раз и это стало доброй традицией книголюбов. О том, что интересного ждало гостей в этом году, смотрите далее. Вы любите читать, но найти новую книгу для вас тяжелая задача? В минувшие выходные в Казани прошел летний книжный фестиваль «Смены», где для всех жителей и гостей города прошли тематические лекции, интерактивы и, самое главное, книжные ярмарки. Книжные фестивали «Смены» – драйвер развития культуры в Татарстане. Фестиваль существует уже 11 лет. За это время он трижды становился открывающим мероприятием для новых общественных пространств в Казани. Ежегодно в рамках мероприятия проходят различные образовательные лекции, мастер-классы и ярмарки. И этот год не стал исключением. Программа летнего книжного фестиваля обширна. Здесь, помимо ярмара, где каждый книголюб мог найти для себя уникальное издание любимой книги, также прошли паблик-токи, выставки и встречи с авторами. Всегда, то есть Центр современной культуры «Смена» каждый год своего существования находит как бы инициационные подходы к изучению исследования современной культуры просто. И книга является актором этой самой современной культуры, рассказывая о том, что такое современный мир. Образовательная программа летнего книжного фестиваля была собрана вокруг нескольких тематических блоков. «Волга», «Казанский и русский авангард», «Книжные магазины», «Путеводители», «Искусство и мода». Более 30 лекций и дискуссий, спикерами которых стали ученые, издатели, искусствоведы, писатели, кураторы, декораторы музеев и книжных магазинов. Более 100 издательств были представлены на главной площадке фестиваля – на Черном озере. «Я вообще очень кайфую от книжного фестиваля, от книг. Я иллюстратор, и поэтому мне очень интересно, что нравится людям, интересно изучать новые иллюстрации, новых художников, новые имена». «Я очень давно хотела участвовать в данном мероприятии, и вот у меня наконец получилось». Также площадками проведения летнего книжного фестиваля в этом году стали Национальная библиотека Республики Татарстан и Центр современной культуры «Смена». Пожалуй, после такого поистине жаркого открытия фестиваля необходимо не менее захватывающее завершение такого масштабного проекта. Именно им станет осенний книжный фестиваль в Нижнекамске с 7 по 8 сентября. Ознакомиться с программой, ключевыми датами и временем, спикерами и нужными площадками вы сможете на официальном сайте самого книжного фестиваля и Центра «Смена». Не пропустите. Будем ждать именно тебя. Адлина Амдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. В Институте управления экономики и финансов прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам президентской программы подготовки управленческих кадров. Как это было, расскажем прямо сейчас. В актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации в Республике Татарстан. Казанский федеральный университет осуществляет профессиональную переподготовку ведущих управленцев и специалистов крупнейших предприятий Татарстана при поддержке Министерства экономики Республики уже на протяжении 26 лет. За время реализации проекта обучение прошли свыше 2600 слушателей. Программа переподготовки управленческих кадров. Когда приходят новые специалисты, обладая навыками управленцев, они либо же управленцы в финансовом аспекте, либо же управленцы человеческих ресурсов. И здесь идет переподготовка. То есть любой финансист может стать хорошим менеджером. То есть кому не хватает определенных навыков для управления, он здесь приобретает эти навыки. Торжественная церемония вручения дипломов прошла при участии заместителя министра экономики Республики Татарстан Сырии Сиразиевой. В приветственной речи она отметила, что Татарстан стал одним из первых регионов, которые приняли участие в президентской программе. Она также добавила, что в числе выпускников программы 2023-2024 года генеральный директор Кэр-Холдинг Ильдар Сахабиев, генеральный директор Луара Европы Диана Файзулина, директор Ремдизель Рустам Хабибуллин и другие. Обучение проходило в заочном формате. То есть мы двухнедельным, скажем так, курсом по каждый раз раз в полтора месяца погружались как раз таки в процессы обучения и повышение квалификации именно управленческих получается навыков. Обучение очень живое, очень подвижное в плане того, что учителя настроены на то, чтобы слышать аудиторию, менять под запрос аудитории свое повествование, так скажем. Было много нового и интересного, потому что у меня техническое и второе тоже техническое образование. И не хватало немножко науков, не хватало каких-то знаний. Вот. Практически весь материал был новый, потому что что-то проходилось в университете, но совсем не в таких объемах. Вот. В общем, было достаточно полезно и информативно. У меня произошли расширения пространства для мышления, перезагрузка когнитивных способностей. Президентская программа, она ставила приятные и положительные эмоции в памяти. Огромное спасибо персональному составу предпроводителей и организатору. Мы обменялись энергией, получили новые знакомства, обменялись опытом. И вот на этой позитивной энергии мы готовы дальше идти и продолжать делиться теми знаниями, которые мы получили. С наилучшими пожеланиями и благодарностями за совместную работу к обучающимся обратились их педагоги и наставники. Всего 43 выпускника очной и заочной формы обучения президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства получили дипломы и стали частью истории Казанского университета. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Александр Антонов, Универ Новости. Многие из вас наверняка знают, насколько важно пользоваться солнцезащитным кремом для того, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Но немногие задумываются о влиянии солнца на наши глаза. С началом долгожданного лета солнцезащитные очки стали первой необходимостью. Эксперт университетской клиники расскажет, как правильно их подобрать. Проводить время под солнцем приятное и даже полезное дело. Ведь именно так мы получаем такой важный для нашего организма витамин группы D. Однако есть и другая сторона медали. Солнечные лучи состоят из различных видов излучения, включая видимые светлые, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Последние делятся на четыре типа А, Б, С и Ви. Все они могут проникать глубоко в кожу, вызывая преждевременное старение и рак, вызывать солнечные ожоги и повреждать клетки кожи и глаз. В лучи С и Ви, их задерживает озоновый слой. Озоновый слой поглощает значительную часть ультрафиолетового излучения Солнца, защищая при этом жизнь на поверхности Земли. Он также защищает от радиации. Но надо иметь в виду, что наш глаз тоже защищает воздействие от ультрафиолета. То есть лучи В, они поглощаются роговицей, а лучи А, ультрафиолетовые, они задерживаются хрусталиком. И только незначительная часть этих лучей доходит до сетчатки. Для защиты глаз от вредного ультрафиолетового излучения следует принимать определенные меры. Первое, что следует сделать, это, конечно же, приобрести качественные солнцезащитные очки с ультрафиолетовым защитным покрытием. Следует помнить, что солнечные лучи имеют свойство отражаться от поверхностей песка, почвы, асфальта, воды и снега. Поэтому желательно выбирать очки, плотно прилегающие к лицу и имеющие широкие заушники. Также рекомендуются широкополые головные уборы, такие как шляпы или кепки с козырьком. Ограничить время пребывания на солнце в период пика ультрафиолетового излучения, обычно с 10 утра до 4 вечера. И, конечно, не смотреть на солнце непосредственно без защиты. Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное влияние на глаза, что может повлиять на развитие таких заболеваний, как катаракта, макулатистрофия, фотокератит, может быть воспаление роговицы. Также может быть солнечная ретинопатия, поражение сетчатки. Может быть, если длительно ультрафиолет оказывает воздействие на глаза, может быть развитие злокачественных новообразований кожи. И может быть развитие птерекиума, нарастание конъюнктива на роговицу. При выборе очков обязательно обращайте внимание на их качество. Наличие ультрафиолетовой защиты и надежность производителя. Этот принцип распространяется как на взрослые, так и на детские солнцезащитные очки. Их лучше покупать в специализированных, лицензированных оптиках. Так они могут гарантировать качество своего товара. И предоставить все необходимые сертификаты о том, что их очки действительно имеют защиту от ультрафиолета. И даже предоставить информацию о проценте защиты от этих лучей. Люди, которые уже носят корректирующие зрение очки, также могут приобрести солнцезащитные очки с нужными диоптриями. Есть очки солнцезащитные, но без ультрафиолетовой защиты. То есть они довольно-таки опасны для голоса. Потому что если мы носим эти очки солнцезащитные без ультрафиолетовой защиты, то в темноте у нас расширяются зрачки. И получается, что излучение ультрафиолетовое проникает больше через зрачок и неблагоприятно воздействует на хрусталик и сетчатку глаза. Поэтому рекомендуется все же приобретать очки с ультрафиолетовой защитой в специализированных клиниках. Патогенное воздействие ультрафиолетового излучения имеет накопительный характер, постепенно сказываясь на здоровье глаз. Развитие глазных заболеваний начинается, когда накопилась определенная доза. Кроме того, пребывая на солнце продолжительное время и не защищая глаза от его воздействия, можно получить ожог роговицы, который сопровождается неприятными симптомами. Покраснение глаз, ощущение инородного тела в глазу, слезотечение и светобоязнь. Иначе такое состояние называется снежной слепотой и длиться оно может в течение двух суток. В случае получения ожога рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения. Воздействие ультрафиолетового может вызвать ожог. И человек может чувствовать этот ожог, как правило, от 3 часов до 12 часов может чувствовать ожог в виде покраснения глаза, слезотечение, чувство инородного тела, светобоязнь, болезненность глаз. Поэтому рекомендуется, во-первых, можно сделать компрессы прохладные, использовать обезболивающие препараты и противовоспалительные препараты. Как показывает статистика, чаще всего различными заболеваниями глаз страдают жители сельской местности, так как они гораздо больше времени проводят на открытом солнце. Однако риск существует и для горожан. В современном мире к макулодистрофии может привести не только воздействие ультрафиолета, но также излучение от компьютерных мониторов и телевизионных экранов. Все эти факторы влияют на наше зрение. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резида Каримова, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова